Привет, меня зовут Сергей и это проект ПО. Читаем книгу Мэтти Мэзера «Кипершторм». Эту книгу я оботнес к жанру постапокалипсиса. То есть к жанру, где люди борются за выживание после того, как произошло какое-то глобальное событие. В начале романа очень грамотно наглядается ситуация. Главный герой, Майкл, живет вместе со своей женой Лорен и сыном Люком в Манхэттене. У него есть друг Чак. И вот они часто обсуждают мировые проблемы и постепенно начинает нагнетаться атмосфера. Готовится какой-то конфликт с Китаем, где-то какие-то провоцируется начало мелких локальных конфликтов. Приближается Рождество и тут ряд мелких событий приводит к глобальному событию, впоследствии названному «Кибершторм». Все начиналось с мелких каких-то событий, в частности в магазинах отказали приборы, которые считывают штрих-кода. Начинает пропадать связь, начинаются перебои с электричеством. И вот когда почти приближается Рождество, на Нью-Йорк, главные герои живут в Нью-Йорке, в частности на острове Манхэттен, приходит снежная буря. Люди начинают заболевать, то есть какая-то эпидемия гриппа, возможно птичьего гриппа вспыхивает. Тут еще сильный буран, то есть снег постоянно засыпает дороги, дом, и люди становятся отрезаны от внешнего мира. Плюс еще пропал интернет, пропала сотовая связь, электричество сбоит. Главный герой Майкл вместе со своим другом Чаком достает генератор и пытается как-то выживать в квартире, вместе со своими семьями, помогая всем остальным, кто живет в их доме. По сути, первая часть романа о том, как люди пытаются выживать. И знаете, что страшно? Как быстро люди начинают деградировать, когда надо бороться за еду, за пропитание. И вот через весь роман там очень много происходит сцен, когда подлости, трусости людей, когда люди нападают друг на друга, нападают на улицах, когда начинается мародерство, когда начинают грабить магазин, чтобы хоть как добыть себе пропитание, или добыть себе питье, или добыть себе теплую одежду. Даже нередки будут случаи каннибализма и прочие ужасы. Но все-таки, несмотря на весь хаос, который там появится, главный герой сохранил свою человечность и другие люди, которые ему помогают. Они вместе выживают, они вместе принимают нелегкие решения, как-то помочь каким-то беженцам с кем-то вступить в борьбу, не пустить на свою территорию. Где-то надо будет отстаивать свое право на жизнь, генератор, который дает им тепло и дает им свет и прочие вещи. Очень много событий происходит в романе, но сюжет развивается очень динамичным, поэтому я рекомендую эту книгу к прочтению, особенно тем, кто любит постапокалиптику, то есть любит сюжеты, когда люди борются за свое выживание и к чему это все приводит. Концовка очень интересная, однозначно продолжения к ним в романе не будет. Рекомендую этот роман, потому что даже компания 20 век Фокс уже купила на него права, собираясь его экранизировать. Это о многом говорит, очень много отзывов положительных на Амазоне и на других сайтах, поэтому роман мне очень понравился. Особенно мне в этом романе еще и понравилась концовка.